Доброго времени суток, друзья! Воздушный таран считается слишком опасным приемом, поэтому он никогда не поощрялся командованием, но тем не менее, летчиков, совершивших этот подвиг, всегда представляли к награде, чаще всего посмертно. Единственный человек в мире, который таранил противника в четыре раза и выжил, советский летчик-истребитель Борис Ковзан. Мальчик родился в городе Шахты. В 1935-м семья переехала в Бобруйск. В юности Борис записался в аэроклуб, а после сумел поступить в Одесскую военно-авиационную школу. В 1940 году он выпустился в звание младшего лейтенанта и его направили в 162-й истребительный полк, базировавшемуся в Козельске. Мирная жизнь молодого лейтенанта закончилась слишком быстро. С началом Великой Отечественной войны он сразу оказался на линии огня. Первое же задание оказалось для Бориса Ковзана тяжелым психологическим испытанием. Он должен был провести разведку, причем в районе его родного Бобруйска. Пролетая над улицами почти полностью уничтоженного города, летчик чуть было не потерял самообладание, но сумел собраться и выполнил задание – обнаружил немецкую танковую колонну. Не всем бойцам Красной Армии в военные годы доставалось такое испытание – увидеть своими глазами, что сделали фашисты с их родными местами. Борис Ковзан сумел пережить это и сражаться дальше. Три месяца спустя он совершил первый таран. Летчик был уверен, что такой подвиг должен стать первым и последним в его жизни. 29 октября 1941 года, во время битвы за Москву, Ковзан на истребителя Як-1 врезался в немецкий Мессершмитт 110. К тому времени у него уже кончились патроны, сбежать от противника он не надеялся, поэтому решил погибнуть как герой. Удивительное везение советского летчика проявилось тогда впервые. Винт его Яка обрубил хвост немецкой машине, и та, потеряв управление, разбилась. А вот Ковзану удалось удержаться в воздухе, он дотянул до ближайшей деревни и сел на поле. Оказалось, что винт после страшного удара только погнулся. Второй таран произошел в конце февраля 1942 года. Все на том же счастливом Яке Ковзан схлестнулся с немецким Юнкерс 88. Произошло это в небе над участком Валдай, Вышний Волочок. Опять наша машина оказалась крепче, хотя несколько секунд казалось, что оба самолета рухнут на землю. Но с Яка буквально увяз фюзеляжа Юнкерса, но затем высвободился. Посадка невдалеке от Торжка была жесткой, но Борис опять отделался легко. За этот подвиг он получил орден Ленина. Имя Ковзана после этого случая уже стало легендой. Даже фашисты восхищались невменяемым русским, но он продолжал испытывать свое счастье. В третий раз Борис направил МиГ-3 на вражеский Мессер в июле 1942 года над Великим Новгородом. Немецкая машина упала на землю, получив удар вбок, а у нашего истребителя заглох двигатель. Только невероятное мастерство помогло летчику выжить в тот раз. Высота была небольшой, и он сумел посадить самолет. Четвертый таран произошел в августе 1942 года. На самолете Ла-5 капитан Ковзан наткнулся на целую группу вражеских самолетов. Несколько бомбардировщиков и прикрывающие их истребители. В этом бою герою не повезло. Самолет получил несколько повреждений, а Борис был ранен в глаз. Понимая, что шансов на победу у него нет, он направил свой самолет прямо на немецкий бомбардировщик. От удара летчика выкинуло из кабины на высоте 6000 метров. Парашют подвел, вероятно, тоже был поврежден, однако судьба по-прежнему хранила Ковзана. Под ним расстилались бескрайние болота, и он упал в мягкую топь, сломав только ногу и несколько ребер. Спасли героя-партизаны. Они выходили летчика и переправили его через линию фронта. После этого тарана Борис год пролежал в госпитале. Спасти глаз не удалось, но после выздоровления летчик опять рвался на фронт. Обычно с такими травмами летать не разрешали, но для живой легенды сделали исключение. В общей сложности Борис Ковзан совершил 360 боевых вылетов и уничтожил 28 самолетов противника. Он стал героем Советского Союза и после войны дослужился до подполковника. После войны он продолжил службу и закончил военно-воздушную академию. А уйдя в запас в 1958 году, жил с семьей в Рязани и работал начальником аэроклуба, учил летать новое поколение героев. Вечная память героям, павшим за наше будущее. Кто не знает свое прошлое, у того нет будущего. Друзья, мира и добра вам и вашим семьям. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, пишите свои комментарии и ставьте лайки. До скорых встреч.